Приветствую вас еще раз. Это дополнение к вопросу по поводу того, что муж не слышит меня. Давайте разберем те дополнения, которые, может, автор добавил. Я стараюсь говорить на предельно доступном языке, как взрослый взрослый. Ну, ключевой момент в том, что ваша взрослость, судя по всему, не является вашим базовым состоянием. То есть вы не отслеживаете, когда вы находитесь в позиции взрослого и когда находитесь в другой позиции, в позиции ребенка или в позиции родителя. Вот. Дальше. Муж дает обратную связь, где подтверждает, что понял меня, но тут же делает наоборот. И, как я и говорил, очень важно этот момент зафиксировать и запросить обратную связь на это, что он сподвигло тебя сделать наоборот. Чего ты хотел в этом. То есть человека нужно понять. Я не говорила ему, оставь меня в покое. Спишите вы. Но. Давайте посмотрим. А. Пять раз я просила его оставить меня в покое. Спишите вы и ранее. Здесь вы пишите, я не говорила ему, оставь меня в покое. Не понятно. Я расслаблена, спокойна и была сегодня дружелюбно к нему настроена. Сегодня дружелюбно были настроены. То есть. А. Как бы. Вчера. Вы были настроены не дружелюбно. Понимаете, да? То есть как бы взрослый. Это как раз таки ровно, стабильно модель поведения по отношению к человеку. Не стихийно. А это значит, что ваша эмоциональная сфера, да? Ну, как бы не выровнена. Ее нужно выравнивать, корректировать. И начинается это с проживания ваших чувств. Злости, обиды и так далее. Сказал я прямо, мне не хочется заниматься сейчас ноутбуком. Давай ты разберешься сам или же отвезем его завтра в сервер. Смотрите. Вы пишите, мне не хочется сейчас заниматься ноутбуком. Этого было бы достаточно. Но вы говорите дальше. Давай ты разберешься сам. Это директива взрослого. Ой, родителя. Или же отвезем его завтра в сервис. Это тоже родительская позиция. То есть здесь было бы корректнее сказать, что вам хочется делать сейчас. Вам не хочется заниматься ноутбуком, а что вы хотите. И все. Но продолжаю не просто задавать вопросы, а втягивать меня в дела с ноутбуком. Здесь потребность вашего мужа во внимании. И нужно учитывать, что если человек решает какую-то потребность в коммуникации, то ему будет как бы сложно к вам прислушиваться. Почему я говорил на доступном языке? На языке, который бы человек мог понять, но он не понимает. Потому что он увлечен реализацией своей потребности. Ваш муж. Ну вот. Дальше. Чувствую, как у меня появляется значение, слушая вас. Потому что я все перепробовал. Нет. Если вы пробуете и не получается, значит что-то вы делаете не так. Это работает именно таким образом. Опять же. Перепробовала все для чего? Чтобы муж начал делать так, как хотите вы, не получится. Как я и говорил, человек, он сформировавщица. И если человек не хочет меняться, он не будет меняться. Поэтому если вы пробуете для того, чтобы переделать человека, да, вы обречены на провал. Но если вы пробуете для того, чтобы выражать себя, и чтобы прислушиваться к обратной связи человека, и к своей реакции, к своему отклику на эту, на эту обратную связь, то в таком случае вы получаете возможность для развития, для своего развития, но не его. Но если закрывать дверь на ключ, он будет стучаться в эту дверь. Так же отвлекая меня. Окей. Но стук, это не то же самое. Понимаете, это не то же самое. Это первое. Второе. Что касается отвлечения, то здесь история уже не про мужа. Здесь история про вас. Понимаете, насколько вам интересно то, что вы делаете, что конкретно вас отвлекает. Не отвлекает ли вас чувство долга, не отвлекает ли вас чувство ответственности, не отвлекает ли вас чувство тревоги. То есть, что именно отвлекает. Дальше. При этом я прощу по-разному уже, как родители, как взрослые, как я только не пробовал. Вот, вы начинаете уходить в эмоции, в обиды, в злость. Понимаете? То есть, эти чувства вас говорят. Они вас приполняют, их нужно прожить. Родители не просят. И взрослые не просят. Просят дети. То есть, просят вы из детского состояния. Понимаете? Если именно просят. Ощущение, что я в пустое место. Это ваше ощущение. Это ваше собственное обесценивание себя посредством своего мужа. Если он знает, что у меня напряженные отношения с кем-то, он начинает навязывать мне этого человека, чтобы вывести властные эмоции. У меня ощущение, что муж выводит властные эмоции. Причем эмоции негативные. Таким образом, он получает все это для себя. Постально о нем говорить, звать его, хотя до этого был к нему равнодушен. У мужа нет ни одного друга, и когда завязывается в дружбу, он становится очень навязчив, нарушает границы и едко шутит. Да, это целенаправленное поведение на вывод человека, на эмоции. У меня есть проблемы с здоровьем, связанные они как раз со стрессами, но он вообще не вникает. Вот опять же. Такое ощущение, что вы время ждете от мужа того, что он будет другим. При том, что я нас спрашивал в первом ответе. Вы жили так 8 лет. Так было всегда? Если да, и вы терпели. Что изменилось сейчас? Что изменилось сейчас, что вы перестали терпеть? Что произошло? Да? Как бы. Если же так началось с какого-то момента, то тоже важный момент. С какого момента? Далее. В связи с большей проблемой со стрессом. Что такое стресс? Во-первых, стресс это угроза. Это нечеткость своих собственных личных границ. И это стремление все контролировать. То есть стресс возникает у тех, кто стремится к контролю. Кто не может не контролировать какие-то вещи, не доверяя себе своим отликом, своим чувствам, своим импульсам. Понимаете? То есть если вы чувствуете, что муж к вам не прислушивается, если вы чувствуете, что вы для него пустые места, что делает человек? Человек отстраняется, человек уходит, человек разрывает отношения. Но вы этого не делаете. Отсюда стресс. То есть стресс это следствие того, что вы не совершаете того действия, которое вам хочется. Дальше. Так, он вообще не вникает, даже не дает название моего диагноза. Считаю, что я преувеличил. В смысле не дает название. Не очень понял. Смысл этой фразы. Но есть ощущение, что опять же вы ждете от него чего-то. Хотя при нем доктор говорил, что меня надо подберечь, иначе будет худо. Я делаю его, что на моё здоровье ему плевать. Да. 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 Допустим, на ваше здоровье ему плевать. И как вы на это реагируете? Говорю ему, что на меня разрушительно действует его поведение, но ничего не меняется так правильно. Вы ждете теперь перемен с его стороны. А сами-то вы что делаете, чтобы изменилось что-то? Мы считаем, что я не должна материться, я не должна проявлять эмоции. Он с самого начала меня воспитывал. Что-то не нравится, он включал игноры, и в то время днями не общался со мной. Но это манипуляция. Это манипуляция, это первое. И второе. А как вы позволили себе оказаться в ситуации, где вас воспитывают? Вот. Интересный момент. Я годами ходил к психологу, думал, что дело во мне, и дело в вас, это правда. Только нет вискорреляции с мужем, разводом и прочее. Сейчас хочу понять, куда двигаться дальше, развод или какой-то другой вариант. Это вам решать, но только после психотерапии. Запись я делаю на дикталон, он просто молчит в ответ. То есть, то есть, это сознательное поведение. Сознательное поведение. Вот. Говорит саркастично, но значит, я такой человек. Да. Это сознательное поведение. Понимаете, да? То есть, это человек, который действует целенаправленно так. И он не считает это проблемой. И что вы будете с этим делать? Вот и вопрос. Сейчас-то вы находитесь в позиции жертвы. Дома я работала, потому что тогда начался ковид. У нас не было замков на дверях. Я не могла не работать ни дома. Я только сейчас поняла, что он постоянно нарушает мои границы. Я наивно просила его не ходить, как любого нормального человека. А вот как вы пришли к тому, что он нарушает ваши границы? Что изменилось? Опять же. Я действительно проголодал это совещание, но у меня впереди был 20-минутный прорыв. Моженал я, что голодный не назначен, что он просто неадекватно себя ведет. Я просто не могу вообще понадеяться на него. Да! Да, Аноним. Вы не можете на него понадеяться. Вы можете надеяться только на себя. И вот с этим, как мне кажется, у вас проблемы. Потому что человек не просто так начал вас воспитывать. Воспитывает обычно тех, кто не надеется на себя. Дальше. Мне хотелось кричать. Я все перепробовала, что от меня зависело. Это позиция жертвы. Вы здесь играете в психологическую игру Данно. Можете изучить ее в интернете. У того же Эрика Берна, о котором говорил мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. И вы припробовали все для того, чтобы человека поменять. А пробовать нужно что-то, чтобы хорошо было вам. Понимаете? Вектор. Я просто не могу каждую секунду обороняться от него. Так не обороняйтесь, вас никто не выставляет. Вы сами обрекаете себя на такую жизнь. На борьбу. Инерация, брат, я хочу не прячься за семью замками, а дома в тишине почитать книгу. Правильно. Но что вы для этого делаете? Что вы делаете для того, чтобы это было реальностью? Пытаетесь поменять человека другого и пытаетесь сделать так, чтобы он был таким, каким вы хотите. А он не такой. Мне хочется расслабиться. Мой гормон стресса превышает норму в 70 раз. Рядом с ним, постоянно в напряжении. Ну вот, вы пожаловались. Да. Как бы обвинили мужа. Что дальше? Что дальше? Еще раз. Это вам что-то не нравится. Это вам некомфортно, неудобно. Мужа-то все устраивает. И ваши дополнения, они про эмоции. Не про обиды, не про злость. Собственно, точно вы себе подавляете. От чего у вас повышается стресс. Я говорил о личной ответственности в своем первом ответе вам. Как бы этому внимания вы не уделили. Но это очень важно. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго.